После репетиции в Театре драмы и комедии «Фест» актриса Алина Титьевская торопится в молодежный центр «Импульс». Жизненную необходимость в постоянном творчестве она ощутила несколько лет назад. Раскрыть свой творческий потенциал под другим углом ей помогла работа организатором. С тех пор она ежедневно пытается сделать жизнь наших горожан ярче и интереснее. Ну, конечно, бывает сложно, потому что репертуарный театр – это большая занятость. И здесь бывают сложные и большие мероприятия, в которых вовлечена вся команда, и я как организатор тоже вовлечена полностью. Но если очень хотеть, то везде можно договориться и успеть. Сейчас Алина, как и ее коллеги, озадачена подготовкой к главному весеннему событию – конкурсу «Мисс Мэтищи-2022». Так, я правильно понимаю, у нас на «Мисс Мэтищи» все готово, осталось только блок с награждениями распределить? Да, потому что самая большая проблема с тем, что у каждой этой девушки мы дарим огромное количество подарков. Мы дарим ей бокс, цветы, грамота. После этого кому-то дарится грамота, ну там, типа, первая вице-мисс и лента, потом грамота, вторая вице-мисс и лента, и потом грамота, лента и корона. Для кого-то это покажется пустяком, но организаторы уверены – от любой детали зависит успех всего мероприятия. Как поставить свет, с какой интонацией поприветствовать зрителей и какой формы будет корона победительницы – здесь все имеет значение. Немножко все-таки себя надо показывать. Вы тоже участники этого шоу, вы здесь не обслуживающий персонал, который просто будет объявлять главных действующих лиц. Да, они главные действующие лица, но вы ничем не хуже, вы на сцене ровно столько же. Вы тоже герои этой истории, и вы тоже заслуживаете свое внимание. Поэтому мы не просто здесь немножко сбоку постоим, порассказываем, как здесь все хорошо, что у нас будет, все-таки чуть расслабленнее. В творческой суете Алина не замечает, как проходит ее рабочий день. Но даже занимаясь любимым делом, она скучает по крымскому солнцу. В морозный день ее согревают мысли о предстоящем арт-кластере Таврида. Ежегодно он объединяет тысячи талантливых молодых людей из разных регионов России. Артисты, художники, сценаристы, режиссеры, все, кто связан со сценой, киноиндустрией и масс-медиа, каждое лето собираются все вместе вдохновить себя, окружающих и весь мир вокруг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ежегодно от каждого региона России члены жюри выбирают амбассадора. Самого талантливого и креативного, который будет представлять свой город на Всероссийском фестивале. В этом году среди всех участников Московской области победительницей стала Алина Титьевская. Когда первый раз было собеседование в первый год, там спросили, что ты сделаешь первым делом, если станешь амбассадором. Я первое сказала, ну я, конечно, обрадуюсь. Ну вот первое, что я чувствую, это, конечно, гордость за себя. Ну, классно же. И это ответственность, потому что на самом деле Таврида – это большая и крутая организация с огромным количеством возможностей. И очень хочется ничего не упустить, когда ты рассказываешь людям про этот арт-кластер. О том, как пройдет арт-кластер Таврида в этом году, пока еще покрыта завесой тайны. Но Алина нам частично ее приоткрыла. Фестиваль состоится. О всех деталях она скоро расскажет сама.